Цитофлавин улучшает коронарный и мозговой кровотоки, активирует метаболические процессы в центральной нервной системе, восстанавливает нарушенное сознание, способствует регрессу неврологической симптоматики и улучшению когнитивных функций мозга, обладает быстрым пробуждающим действием при посленаркозном угнетении сознания. Показания. Применяется у взрослых в комплексной терапии острого нарушения мозгового кровообращения, последствий церебровоскулярных болезней, последствий инфаркта мозга, церебральный атеросклероз, токсической и гипоксической энцефалопатии при острых и хронических отравлениях, эндотоксикозах, посленаркозном угнетении сознания, а также для профилактики и лечения гипоксической энцефалопатии при кардиохирургических операциях с использованием искусственного кровообращения. У детей применяется в комплексной терапии в период новорожденности при церебральной ишемии. Как принимать курс приема и дозировка? У детей, в том числе недоношенных, в период новорожденности церебральной ишемии, суточная доза препарата цитофлавин составляет 2 мл на килограмм массы тела в сутки. Рассчитанную суточную дозу препарата вводят внутривенно-капельно, медленно, после разведения в 5% или 10% раствора декстрозы, в соотношении не менее 1 к 5. Время первого введения – первые 12 часов после рождения. Оптимальным временем для начала терапии являются первые 2 часа жизни. Рекомендуется вводить приготовленный раствор с помощью инфазионного насоса со скоростью от 1 до 4 мл в час, обеспечивая равномерное поступление препарата в кровоток в течение суток. В зависимости от расчетного суточного объема растворов для базисной терапии, состояния гемодинамики пациента и показателей кислотно-основного состояния. Курс лечения в среднем составляет 5 суток. У взрослых цитофлавин применяют только внутривенно-капельно в разведении на 100-200 мл 50% раствора декстрозы или 0,9% раствора натрия хлорида. При остром нарушении мозгового кровообращения препарат вводят в максимально ранние сроки от начала развития заболеваний в объеме 10 мл на введение с интервалом 8-12 часов в течение 10 дней. При тяжелой форме течения заболевания разовую дозу увеличивают до 20 мл. При последствиях цереброваскулярных болезней, последствиях инфаркта мозга, церебральный атеросклероз препарат вводят в объеме 10 мл на введение 1 раз в сутки в течение 10 дней. При токсической и гипоксической энцефалопатии препарат вводят в объеме 10 мл на введение 2 раза в сутки через 8-12 часов в течение 5 дней. При коматозном состоянии в объеме 20 мл на введение в разведении на 200 мл раствора декстрозы. При посленаркозной депрессии однократно в тех же дозах. В терапии гипоксической энцефалопатии при кардиохирургических операциях с использованием искусственного кровообращения вводят по 20 мл препарата в разведении на 200 мл 5-процентного раствора декстрозы за 3 дня до операции, в день операции и 3 дня после операции. Противопоказания. Гиперчувствительность. Пациентам, находящимся на ИВЛ, при снижении парциального давления кислорода в артериальной крови менее 60 мм ртутного столба, период грудного скармливания. С осторожностью применяют при нефролитиазе, подагре, гиперурикемии. Применение при беременности и кормлении грудью. Не рекомендуется применять в период лактации и при беременности в связи с отсутствием клинических данных по безопасности и эффективности препарата в этот период. Побочные действия. У детей, в том числе недоношенных, в период новорожденности возможно развитие нарушений со стороны кислотно-основного баланса, алкалоз. При быстром капельном введении возможно появление нежелательных реакций, не требующих отмены препарата, гиперемия кожных покровов различной степени выраженности, чувство жара, горечь и сухость во рту, першение в горле. К редким нежелательным реакциям относятся кратковременные боли и дискомфорт в эпигастральной области и области грудной клетки, затруднения дыхания, тошнота, головная боль, головокружение, пощипывание в носу, дизосмия, побледнение кожных покровов различной степени выраженности. Также возможны аллергические реакции в виде транзиторной гипогликемии, кожного зуда, гиперурекемии, обострении подагры. Условия хранения и срок годности. Хранить в защищенном от света месте, недоступным для детей, при температуре от 0 до 25 градусов. Срок годности 2 года. Из аптек отпускается по рецепту.